Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В плане благоустройства, конечно, да, мы приносим жителям какие-то неудобства, но эти все неудобства временные. В Люберцах готовятся к отопительному сезону. Те деревья, которые у нас в удовлетворительном состоянии, мы администрации предусмотрели компенсационную высадку. Состоялась встреча рабочей группы по благоустройству Малаховского озера. Я желаю всем детям городского округа, чтобы вы не болели, а если зубы заболели, то они знали, куда обратиться. Новую детскую стоматологию открыли в Люберцах. Подробности в сюжете нашего корреспондента. По-прежнему действуют ограничения. Нельзя заходить на детские площадки массово собираться, на спортивных площадках собираться. Они пока временно закрыты. В парках городского округа открыт сезон фонтанов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберец состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Руководители управлений и ведомств в дистанционном режиме подвели итоги работы за отчетный период. Подробности далее. Более полутора тысяч обращений поступило на минувшей неделе в управление МВД России Люберецкое. 31 заявление от граждан стало поводом для возбуждения уголовных дел. 28 преступлений сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. Личный состав продолжает работать в усиленном варианте несения службы по ковиду, по другим мероприятиям. Готовимся к праздникам, которые будут в воскресенье троиться. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 43 раза. 9 вызовов было связано с возгораниями. Большинство пожаров произошло на территории городского округа Люберцы. В результате них никто не пострадал. Личный состав осуществляет дежурство в режиме повышенной готовности. Каких-либо других происшествий нет. Первые этажи многоквартирных домов продолжают обрабатывать дезинфицирующими растворами. Исполнение этих мер под контролем госжилинспекции и управления ЖКХ городского округа. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. В целях улучшения качества проводимой дезинфекции и уборки подъездов осуществляются выездные проверки. Дезинфекцию спортивных и детских площадок тоже никто не отменял. Каждый день общественные места округа подвергаются тщательной обработке. Тем временем в Люберцах продолжаются работы по благоустройству территорий. За прошедшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 98 единиц спецтехники, задействованы 995 человек. Ещё один вопрос, который сейчас находится под особым контролем – работа Центра занятости населения. По словам директора учреждения, на сегодняшний день на учёте по безработице стоит около 7 тысяч жителей округа. Более 5 тысяч человек получают пособия. В Люберцах готовятся к отопительному сезону. В 2020-м запланирован капитальный ремонт и реконструкция 47 участков теплосетей, а также прокладка нового участка теплотрассы. На финальный этап выходит замена труб на Октябрьском проспекте. Перед каждым отопительным сезоном на проблемных участках теплотрассы проводят плановый ремонт. В прошлом году у гимназии номер 43 на Октябрьском проспекте неоднократно случались аварии. Чтобы исключить их, теперь вместо старых труб проложили новые – полипропиленовые, которые прослужат долго. В плане благоустройства, конечно, да, мы приносим жителям какие-то неудобства. Но эти все неудобства временные. Значит, на горячее водоснабжение домов это не относится ни в коем случае, потому что это меняется только теплотрассы отопления. Ну и, соответственно, после того, как работы будут завершены, все благоустройство будет восстановлено в том же, в прежнем режиме. Чтобы завершить работы в срок, на объекте трудятся три бригады аварийной службы. Ремонт здесь завершат до 8 июня. Основной объем выполнен. На данном этапе теплотрассы практически работы по монтажу практически завершены. Сейчас идет изоляция стыков. Все сварочные стыки будут заизолированы. Теплотрасса до этого была проведена гидравликой. Ремонтные работы теплотрассы сейчас ведутся на 20 участках округа. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Строители школы в Малаховке нагоняют график. Учреждения на 275 мест возводят в рамках национального проекта «Современная школа». Каким будет новый храм науки, расскажет Анна Троян. Три этажа, просторные кабинеты, актовый зал, большой пищеблок и два спортивных зала. Новая школа в Малаховке строится по всем современным стандартам. Учреждения разделили на два блока. Для начальных и старших классов. До сдачи объекта осталось около двух месяцев. Полностью завершены работы по наружному водопроводу, по наружной канализации. Полностью завершены черновые работы. Полностью завершена работа по монтажу кабелей, несущей системы. Завершен монтаж коробов вентиляции. Уже приступили к пуску наладки. Впереди чистовая отделка помещений и благоустройство территории. Прокладка дорог, тротуаров, обустройство игровых площадок, разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников. После затяжной заморозки объекта во время пандемии пришлось наращивать темпы. Подрядные организации мобилизовались быстро. Организовали, как говорится, противовирусные мероприятия. Все приступили к работам. По котельной, да, здесь есть проблематика прохождения инженерных сетей. На сегодняшний день вопрос мы решили. Есть подрядная организация. Для того, чтобы современная школа в живописном уголке Малаховки приняла учеников в срок, а именно 1 сентября, 92 человека трудятся по 12 часов в сутки. Все работы строители обещают выполнить согласно графику. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Малаховском озере состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам благоустройства с участием представителя Виноградовского лесничества. Для соблюдения безопасности с учетом стандарта Роспотребнадзора осматривали территорию тремя группами в несколько этапов. Вместе с жителями поселка о ходе работ вокруг водоема узнала и наша съемочная группа. Такие же дорожки предусмотрены вдоль берега. Мы сейчас пройдем там, посмотрим те деревья, которые у нас сухостойные и отметим те деревья, которые у нас попадают под вырубку. Состояние каждого дерева оценивает заместитель директора Виноградовского лесничества Алексей Волошин. Членам рабочей группы разъяснили, как проводят работы по признанию деревьев аварийными. Если ствол сухой или может угрожать жизни и здоровью людей, его необходимо удалить. Перед тем, как поставить красную метку, взвешиваются все «за» и «против». Смотрите, из четырех макушек, из четырех макушек, две сухие. Те деревья, которые у нас в удовлетворительном состоянии, мы администрации предусмотрели компенсационную высадку. Сосны и липа. Место по компенсационной высадке будет определено вместе с рабочей группой. Жители высказали свое мнение о том, какие деревья хотели бы видеть в парке у озера. Администрация учтет эти пожелания при компенсационном озеленении. 7 июня подрядчики приступят к капитальному ремонту дамбы. Раньше эти работы начать невозможно, потому что сейчас рыбы не рестятся. На теле гидротехнического сооружения не должно быть никакой растительности, в связи с тем, что это нарушает техническую часть. Мы привлекли жителей для того, чтобы пройти по телу дамбы, которая составляет 265 метров, рассмотреть вырубку полную деревьев вместе с корчеванием пней, с удалением корневой системы. Реконструкция дамбы завершится 15 августа, а очистка Малаховского озера к концу октября. Территория вокруг водоема превратится в современную и безопасную зону отдыха. Анна Троян, Луиза Игия Азарян и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТА. Не оставили один на один с последствиями. Для наиболее пострадавших в период пандемии отрасли экономики действуют специальные меры поддержки. Бизнесменам предлагают частичное возмещение затрат на покупку оборудования, а также субсидии и льготные кредиты. Как люберецкие предприятия выходят из кризиса в сюжете нашего корреспондента. Эпидемия коронавируса на время приостановила работу некоторых предприятий. Пандемия застала врасплох крупнейших производителей. Компания «Монолит» оказалась в их числе. Но руководство текстильного объединения решило не плыть по течению, а найти новое направление. Мы начали с простых вещей. Это марлевые повязки, бязевые повязки, маски медицинские. Получили регистрационные удостоверения, начали разрабатывать разные костюмы, защитные, одноразовые, многоразовые, противочумные. Я думаю, что вот эти трудные месяца, март, апрель, май, мы пережили очень достойно. Около двух миллионов масок и двухсот тысяч костюмов сшили на этом предприятии за последние два месяца. Для создания защитных комбинезонов понадобилось новое оборудование. Оно обошлось компанией в 2,5 миллиона рублей. Однако половину потраченных денег вернёт государство. Наши предприятия получили за два месяца по минимальному размеру оплаты труда на сотрудников пострадавших. Это по 2 миллиона 800, два месяца, там 5 миллионов 600. Это хорошая такая поддержка. Мы получаем льготы по налогу на землю и имуществу для текстиль-профи. Некоторые наши малые предприятия попали под льготу с выплатой налогов по заработной плате, страховых выплат. С самого начала эпидемии по сегодняшний день на предприятии строго соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Влажная уборка три раза в день, обработка помещений дезинфицирующими средствами, регулярная смена масок и перчаток. Также в обязательном порядке измерение температуры сотрудников до и после работы. Соблюдение этих правил находится под контролем. Причем не только со стороны надзорных органов, но и самих сотрудников. Каждый день назначается стюард, который следит, чтобы коллеги придерживались требований Роспотребнадзора. Какими-то подозрениями мы не допускаем на рабочее место сотрудников, отправляем домой. Проводим профилактические беседы о том, что нужно вызвать врача. Врач делает заключение. За весь период у нас не выявлено случая коронавируса. Регулярно мы тестируем сотрудников. Такой распорядок рабочего дня должен быть во всех организациях, независимо от рода деятельности. С 18 мая более 1400 объектов малого и среднего предпринимательства возобновили свою работу после вынужденного перерыва. В Люберцах заработал ряд организаций и предприятий. В связи с этим в детских садах округа увеличивают количество дежурных групп. Их могут посещать дети, у которых оба родителя работают на предприятиях, возобновивших деятельность. Как живут по новым правилам дошкольные организации в нашем сюжете. Все дежурные группы нашего детского сада находятся на первом этаже и имеют отдельный вход, где мы встречаем воспитанников и сотрудников. Маска – главный аксессуар посетителей дошкольных учреждений. Пандемия коронавируса внесла коррективы в детсадовские традиции. На пороге воспитатели детей и родителей встречают с тепловизором в руках. Измерение температуры – новый утренний ритуал. В «Золотом ключике» сейчас работают две дежурные группы. В каждой по нормативам не более 12 человек. У нас дополнительные группы открываются в зависимости от поступления детей и поступления документов от родителей. Когда родителям требуется, предоставляют справки с места работы или самозанятости, подтверждают. И ребеночек выходит. Обеспечивают их сотрудники. Это на данный момент четыре воспитателя, два младших воспитателя, сотрудники пищеблока и два сотрудника обслуживающего персонала. Большинство работников детсада продолжают работать в удаленном формате. А те, кто ежедневно занят с детьми, соблюдают строгие требования. Целый день педагоги трудятся в перчатках и масках. Но в новых условиях кажется сложно только взрослым. Несмотря на то, что дети разновозрастные, они быстро нашли общий язык друг с другом. Дети пришли все с легкостью. Видимо, соскучились по детскому саду, поэтому проблем не было. Все счастливы, всем нравится ходить в детский сад. Мы, конечно, стараемся поддерживать дистанцию. Но, как вы сами понимаете, дети – это и есть дети. Но все меры предосторожности, все меры гигиенические мы все соблюдаем. Обеззараживание бактерицидной лампой три раза в день и дезинфекция всех поверхностей стали неотъемливой частью работы детсада. Все, к чему постоянно прикасаются дети, протирают каждый час. Санитарной обработке подлежит и то, что так любят дети – игрушки. Пара минут – и они вновь готовы радовать ребят. В учреждении следят и за здоровьем малышей. За их состоянием постоянно наблюдает медработник. А мытье рук стало гораздо чаще. Василис, какое твое самое любимое блюдо? Плов. Рацион и режим дня малышей остались в учреждении неизменными. Сейчас дежурные группы открыты в 39 детских садах городского округа. Они работают пять дней в неделю по 12 часов. В них ходят почти 900 детей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Международный день защиты детей на базе Люберецкой стоматологической поликлиники открылось детское отделение. Услугами медучреждения смогут пользоваться маленькие пациенты со всего городского округа. Наша съемочная группа увидела, какие для них созданы условия. Все виды услуг в одном месте. Благодаря открытию нового отделения на базе Люберецкой стоматологической поликлиники это стало возможным. Теперь здесь оказывают помощь не только взрослым, но и детям. Причем к услугам маленьких пациентов весь перечень, входящий в систему ОМС. Есть определенные проблемы в детской стоматологии в городе. Если говорить про хирургическую стоматологическую помощь, то она оказывается только на северной стороне города. Ортодонтическая помощь только на улице Мира. То теперь весь спектр детской стоматологической помощи оказывается в нашей поликлинике. Будет принимать детский хирург-стоматолог, детский стоматолог-терапевт и стоматолог-ортодонт. Из-за эпидемии коронавируса в поликлинике пока оказывают только экстренную помощь. И она понадобилась в первый же день. Сразу после открытия в детском отделении появились первые пациенты. Очень красиво, уютно, светло, просторно. Очень нам понравилось. Хороший доктор. Приятная девушка очень. Мне кажется, расположила к себе сына, да, Ваня? Тебе не страшно было? Нет. Все нормально уже, все хорошо, зуб не болит. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и родителей. Кабинеты оснащены по последнему слову техники. Символично, что открытие детского стоматологического отделения состоялось в Международный день защиты детей. Я желаю всем детям городского оборудования, чтобы они не болели. А если зубы заболели, то они знали, куда обратиться. Отделение рассчитано на 30 посещений в день по хирургическому профилю и 50 по терапевтическому. Стоматолог-ортодонт приступит к работе с 15 июня, когда в поликлинике начнут принимать плановых пациентов. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, единый колл-центр или инфомат. Многолетнюю традицию празднования Дня защиты детей в этом году не нарушили. Правда, особый режим внес свои коррективы. Воспитанников детского сада «Белоснежка» поздравили почетные гости из Московской областной думы и местного отделения партии «Единая Россия». Здравствуй, солнечное лето! Сколько неба, сколько света! Не важно, что за окном не по-летнему прохладно. Куда важнее, какое у тебя настроение. А у ребят из детского сада «Белоснежка» оно приподнятое. День защиты детей – это первый большой праздник, который состоялся после затяжного перерыва. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. И мы, взрослые, обязаны сделать все для того, чтобы они жили в добре, в тепле. В нашем детском саду созданы дежурные группы. На данный момент их семь. Конечно, созданы условия по методическим рекомендациям. В группе не более 12 человек детей. Педагоги все сдают анализ на отсутствие новой коронавирусной инфекции. Поэтому праздник праздником, а безопасность прежде всего. Гости соблюдали дистанцию и поздравляли виновников торжества в средствах индивидуальной защиты. И, как показала практика, ребята совсем не боятся взрослых в таком обличии. За время пандемии привыкли. Все, что делают взрослые, это делают для того, чтобы вы были здоровенькие, счастливенькие, улыбчивые, чтобы вы много играли, чтобы вы были умненькими и в жизни добились всего-всего. Праздник лета в Белоснежке продолжался целый день. Ведь сразу собрать всех ребят пока небезопасно. По очереди каждая дежурная группа получила порцию позитива, поздравлений и подарков. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Праздник каждому ребенку. В честь Дня защиты детей народные избранники вместе с волонтерами развезли в нуждающиеся семьи гуманитарную помощь. Праздник к нам приходит не только 1 января, но и 1 июня. Добрый день. Это депутат Московской областной думы и волонтеры принесли вам подарки. В День защиты детей в роли Деда Мороза Дмитрий Дениско депутат Мособлдумы доставил семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, продуктовые наборы. Где есть все необходимое и то, что так любят ребята. Спасибо большое. Счастливым должен быть каждый ребенок. Именно эта жизненная позиция мотивирует Дмитрия Валентиновича помогать нуждающимся семьям. Депутат Мособлдумы и сам многодетный отец знает, как пандемию переживает подрастающее поколение. Сейчас вот такая пора сложная, особенно для детей, потому что они же привыкли быть в гуще событий, привыкли, что постоянно рой, друзья, подруги, что вот это все вот вместе. А они сейчас через заборчики или там через балкончики общаются или там через инстаграмчики. Конечно, для них это гораздо больше, я считаю, стресс, чем для родителей. Я веду прямой эфир, где обращаюсь к жителям, чтобы они подсказывали мне такие адреса, где люди нуждаются. Незаменимые помощники в доставке гуманитарной помощи – добровольцы. Матвей Смирнов состоит в волонтерском штабе уже год. Парень, как никто, знает, что совершает добрые дела. Помогаешь и самому себе. До этого я занимался сбором помощи в Иркутск в связи с наводнением и помогал разгружать посылки для детей в детдомах. Я хочу дарить людям добро, потому что я понимаю, что все-таки мир должен оставаться не без добрых людей. И для меня это все-таки даже не работа, а хобби. За время ограничений волонтерский штаб осуществил более трех тысяч выездов. Ежедневно ребята посещают минимум 30 человек. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Коробку храбрости доставили в добрую комнату. Благодаря ей посетителям детской поликлиники в поселке Малаховка теперь точно не будет скучно. Подарок привезли по случаю Дня защиты детей народные избранники. Книги, раскраски, карандаши и альбомы. Коробка храбрости – это настоящий клад для детей. Пополнили игровой уголок третьего поликлинического отделения депутаты регионального и местного отделений Единой России. Не каждый ребенок любит ходить к врачу, скорее наоборот. А здесь как раз этот момент скрашивает и посещение поликлиники и так дальше. Поэтому сегодня мы как раз от Московского областного регионального отделения партии Единой России привезли для детской комнаты подарок. Пусть они, конечно, меньше болеют и будут здоровы. Но если уже ребенку пришлось прийти в поликлинику, то здесь ему будет чем заняться. Сделать визит к врачу приятным событием удалось благодаря инициативе Московской областной думы. Добрые комнаты появились в поликлиниках региона полгода назад. Пребывание деток в ожидании приема врача стало более комфортным. У детей есть возможность поиграть, порисовать, почитать и пообщаться друг с другом. Мы рады получить подарки и хотим выразить огромную благодарность за предоставленную нам возможность и за внимание к нашим деткам. Все, чего не хватало доброй комнате, теперь ждет маленьких пациентов. Правда, пока их лечат в основном на дому. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжаются мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На улицах городского округа раздали маски. Акция проходит по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Волонтеры и представители партии раздают медицинские маски в местах массового скопления людей. Акция проходит несколько раз в день, в основном в утренние и вечерние часы пик. Одна из точек с наибольшей проходимостью – станция Люберц-1. Сегодня сняты ряд ограничений, поэтому людей, как вы видите, на улицах достаточно много. В момент самоизоляции волонтерский штаб привозил средства защиты на дом людям. Тысячу масок разобрали за считанные минуты. Всего в запасе у волонтеров. На данный момент 20 тысяч защитных средств. Они планируют раздать их во всем городском округе в течение нескольких дней. Пройдет какое-то время, мы еще средства защиты будем жителям раздавать по мере необходимости. По мере той ситуации, которая складывается в нашем округе. Если нужно будет усилить, будем усиливать. Если нет, будем ослаблять. Несмотря на то, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло, в столичном регионе продолжает действовать масочный режим. Следует помнить, что нахождение в общественных местах без средств защиты опасно не только для себя, но и для окружающих. Уиза и Газарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. 1900 губернаторских наборов вручат нуждающимся семьям Люберец. По домам жителей товары первой необходимости развозят волонтеры, в числе которых специалисты социального реабилитационного центра для несовершеннолетних. Олеся Сергеевна, здравствуйте. Доставка продуктового набора волонтерами. Помощь подоспела, когда ее совсем не ждали. Меры социальной поддержки во время пандемии помогли матери троих детей Олесе Пушиной прокормить свою семью. Отличным подспорьем на ближайшее время стал и губернаторский продуктовый набор. Я очень была удивлена, потому что даже ни заявление не успела, ничего оформить. Так как я одна с тремя детьми, не работаю, мне это довольно-таки так очень помогло. Дети и кашу каждый день едят, и гречку, то есть макароны, это все такое необходимое. Губернатору спасибо за помощь такую, потому что я думаю, людей много, которые нуждаются. Получатели этой партии продуктовых наборов – малоимущие семьи. Для них в Люберце поступило 1900 продуктовых наборов. Полторы тысячи из них уже доставили получателям – волонтеры из Люберецкого социально-реабилитационного центра. Со многими адресатами соцработники уже давно знакомы. Поэтому отчасти Александр Мацола все свободное время сейчас посвящает развозу гуманитарной помощи на добровольных началах. Кто кроме нас? Естественно, нужно помогать и не только в чрезвычайных ситуациях, и в будни, если где-то что-то видишь. Поэтому это наш долг. Развозим продукты, питание, бытовую химию. Безусловно, как и везде, есть люди, которые боятся заразиться. Основная масса готова помогать сотрудничать хоть и 24 часа. Крупы, растительное масло, макароны, мясные и рыбные консервы, сахар, кофе, чай и печенье. Содержимого одного продовольственного набора семье хватит на 2-3 недели. Порой для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию в непростое время, губернаторский набор становится настоящим спасением. Не все семьи находятся дома, кто-то на даче находится, кто-то за город уехал. Если набор не будет доставлен по каким-то причинам, то они получат этот набор в Люберецкой соцзащите. Все заявки от жителей оперативно обрабатываются и оказывается помощь нуждающимся в социальной поддержке. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Люберецкие парки вновь открыты для посетителей. Правда, пока без аттракционов, игровых и спортивных площадок. Жители округа могут гулять без ограничений по времени и любоваться фонтанами, которые запустили в первый день лета. Наша съемочная группа побывала на открытии сезона. Синхронно и плавно, то ускоряясь, то замедляясь, будто вальсируя. После зимнего сна струи светодинамического фонтана снова взмыли ввысь. Торжественный старт летнему сезону 2020 сдали в Центральном парке Люберец. Самый большой фонтан округа открыли в августе прошлого года. Сооружение диаметром 16 метров стало настоящим подарком для местных жителей. А его первый запуск собрал тысячи зрителей. Сейчас скопление даже самой маленькой компании на территории парков запрещено. Разрешаются прогулки и индивидуальные занятия спортом. По-прежнему действуют ограничения. Нельзя заходить на детские площадки массово собираться, на спортивных площадках собираться. Они пока временно закрыты. Гулять в парках можно без ограничений по времени. Но в Московской области по-прежнему действует масочный режим. В общественных местах следует не забывать про средства индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Луизия Игязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова